Товарищ, вы куда? Куда вы, товарищ? Сейчас, я... Минуточку, ой, господи, что делается так? Смотри-ка, я... Ой, ой, ой... Вернитесь, товарищ! Я вернусь. Жди меня, и я вернусь. Ты только очень жди. Ну, что? Что, уставились? А? Ты думаешь, дундук я, да? Думаешь, я тегля, да? Я работник советского сервиса. Не севера, сервис. Ущучил? Не поняла. Ну, сфера обслуживания, знаете, баня, пластная, химчишка, ресторан... Не надо сразу на меня кидать, не надо. Я считаю так. Критиковать, скандалить, это каде морит. Или каде морит? Скандалить, критиковать, это каде морит. Каждый. Я считаю так. Раз сейчас лучше, чем раньше, уже хорошо. А улучшать буду до бесконечности, до бесконечности можно улучшать. Вот, если захотел роллер, купили роллер. Захотел листопед, купили листопед. Сейчас подавай мне машину. На сто мне машина. На сто. Ну, на сто мне Волга. Тем более, за такую цену. Совсем недавно за эти деньги можно было купить всю Волгу вместе с пароходом. Ну, ну, хорошо, куплю Волгу. Я что, успокоюсь, черт, два. Я захочу дачу. Слушайте, получается, зудкая картина. Конца края нету. Ну, жили же люди когда-то в пещерах. Я имею в виду доисторический период. Вот вы, пожилой человек, вы же помните. Ну, кручье опустился, напился. Антилоп подогнал, кулаком и шип, и сытый обут, и лежишь под деревом. Яблоню потряс, апельсин с нее упал, серединку съел, корки на варенье пасли. А сейчас лифт между этажами остановился, люди панику поднимают. Ну, братья, в смысле сестры, ну, ну, зачем же мы на свои головы свои потребности обрусываем? Ну, давайте снизим, а, ребята? А? Ну, если заговоримся, а? Да, и сразу будет тихо, и не нужно будет на нее рычать. Ну, официантку. Ну, что она не такой человек, как ты? Ну, так шашлык в пыли, ну, с полу с жару. Ну, сдуй тряпочкой, смотри, с этой нервы портись. Ну, а завтра нападет, скажет кому-нибудь, что у нее стиральная машина течет, а тот поползет на нее, на поликлинику залывается. У нас только на сне. Зато у всех испортится настроение. Откуда у него будет настроение обслуживать того, если тот ему так пол прибил, что сквозь теле собака пролезет? Ну, вот, посмотри, я сшил себе костюм. Смотри, какой. Вот, отодвинься, ему не видать. Видишь, да? Ты думаешь, я не на ту пуговицу застегнул, да? Если я на ту застегну, и все хуже будет. О, видишь, ноги замерзают, зато перчаток не надо. Я сшил его в ателье. Ну, сколько я за ним ходил, надо рассказывать отдельно, в другом месте, глазу на глаз. Я прихожу к директору, я говорю, слушай, кто сшил костюм? Кто это сделал? Я ничего не буду делать, не буду кричать, я только хочу в глаза ему посмотреть. Выходит 100 человек. Я говорю, ребята, кто сшил костюм? Они говорят, мы. Я говорю, кто это мы? Они говорят, у нас узкая специализация. Я говорю, что? У нас специализация узкая. Один присевает карман, один проймочку, один рукав. Я лично присеваю пуговицы. Пуговицы претензии есть? Я говорю, нет. Присите насмерть, не отривешься. Я говорю, кто сшил костюм? Кто вместо штанов мне рукава присел? Кто вместо рукавов мне штаны приспандорил? Кто это сделал? Они говорят, скажите спасибо, что мы к гульфику рукав не присели. Представляете? Их 100, я один, все стоят так, как пуговицы, насмерть. Я сказал, привет, ребята, вы хорошо устроились. Сейчас строим мост. Мост строю. Ущучил? Не понял. Ну, не через Москва-реку, не через Неву, не через Волгу, через Рот. Она меня поняла. Слушай, там такая же картина. Точно такая же? Один зуб колет, другой пилит, третий вырывает, четвертый мерку снимает, пятый коронкой стампует, шестой надевает, а за дикцию никто не отвечает. А ты думал, у меня дефект третий, да? Дурачок у меня. Мост такой. Я лично доволен, потому что я говорю, все смеются. Всем весело. Ребята, давайте жить весело, а? Давайте снизим потребности, и всем будет смешно. Дервы путешествуют. Было. 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 Продолжение следует...